Мы продолжаем информационный марафон на телеканале Freedom. К нашему эфиру присоединяется Богдан Долинца, эксперт по вопросам развития авиационного рынка. Богдан, приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. Начнем с сегодняшней неспокойной ночи. Сегодняшнюю атаку российских дронов по Украине уже называют одной из самых массовых, как по количеству ВПЛА, так и по продолжительности. Такое впечатление было, что война с беспилотниками в украинском небе в нескольких регионах продолжалась всю ночь. Что можете сказать о характере и целях этой атаки? Ну, смотрите, в первую очередь мы видим, что маршруты этих беспилотников во время сегодняшней атаки, они были достаточно масштабными. Это говорит о том, что эти беспилотники выполняли достаточно много полетов в разные регионы Украины. Кроме того, мы видим, что только некоторые из них долетели до своих конкретных целей. Скорее всего, в таких условиях может идти речь о том, что эти беспилотники запускались не только с целью нанести удар по конкретным объектам, а в том числе и перегрузить систему противовоздушной обороны для того, чтобы заставить украинские системы противовоздушной обороны использовать свой боекомплект, использовать те ракеты, которые есть, для того, чтобы в будущем освободить эту возможность по уничтожению российских крылатых и баллистических ракет. Потому что мы видим, как правило, ранее беспилотники летали непосредственно в направлении своих целей, для того, чтобы задать удар. Тут мы видим, что беспилотники фактически осуществляли достаточно сложные маршруты, через несколько областей возвращались потом. И таким образом они пытались привлечь на себя внимание наземных сил противовоздушной обороны для того, чтобы использовать их ракеты. Это в конечном итоге, конечно, приводит к тому, что количество боекомплекта, оно может сокращаться с одной стороны, с другой стороны. Системы противовоздушной обороны после таких полетов, как правило, могут требовать определенных времени для их технического обслуживания, ремонта и в том числе перезагрузки соответствующих противоракет. По F-16, когда, все гадают, сколько их будет, ну это не наше дело, мы сейчас не об этом будем говорить. До сих пор как-то оставался нерешенный вопрос о вооружении для этих самолетов. Так вот, Wall Street Journal сообщает, что Соединенные Штаты согласились предоставить Украине боеприпасы для F-16, то есть ракеты класса «Воздух-Земля», комплекты точного наведения для бомб и современные ракеты класса «Воздух-Воздух». Вот исходя из этих данных, там много названий, много разных ракет, около, ну до десятка вариантов, до десятка названий, ассортимент такой богатый. Исходя вот из всего этого, какие функции будут возложены на эти истребители, ну вот в частности, способны ли F-16 данным ассортиментом вооружения бороться с носителями кабов, ну и второй момент в плане воздушной поддержки наших наступательных действий именно на фронте. Ну, смотрите, давайте начнем с самого начала. Если говорить о уничтожении или хотя бы увеличении радиуса, в который не залетают носители российских кабов, то здесь идет речь о ракетах типа «Воздух-Воздух». Основная часть ракет, которые были озвучены, это ракеты АИМ-9Х и ракеты АМРАМ-120, скорее всего, модификации С-5 с дальностью до 105 километров. Тут как раз может речь о том, что появление таких видов вооружений, оно позволит как минимум отогнать на большее расстояние российские носители кабов и других видов вооружений. Но, к сожалению, если мы говорим об обрамах, то все-таки 105 километров – это средняя дальность работы такой ракеты, потому что есть модификация ракеты с дальностью до 180 километров. Поэтому полный потенциал F-16 с его современным бортовым радаром, который способен выявлять и уничтожать цели на расстоянии 160-165 километров, полностью эта ракета раскрыть не сможет. Будем надеяться, что в будущем мы получим более дальнобойные ракеты. Если говорить непосредственно о тех ракетах, которые есть 105 километров, мы понимаем, что есть определенный риск подлетать близко к границе с Российской Федерацией, потому что там все-таки построена эшелонированная система противовоздушной обороны. Поэтому можно говорить о том, что противодействовать таким самолетам необходимо будет на расстоянии 50 и больше километров от линии фронта или от непосредственно границы с Российской Федерацией. Это приведет к тому, что российские самолеты будут уничтожаться только на расстоянии 50 километров вглубь России, если будет дано такое разрешение. Потому что, насколько я понимаю, на сегодняшний день остается открытым вопрос уничтожения вражеских впусковых установок на территории Российской Федерации. И вторая важная составляющая – это возможно уничтожать такие виды вооружений на линии фронта. Но, если мы говорим о носителях Кабо, то дальность максимального полета Кабо она составляет на сегодняшний день 70-80 километров. Это означает, что с таким видом вооружений, без вхождения в так называемую уже достаточно опасную и близкую зону вражеской системы противовоздушной обороны, скорее всего, мы не сможем уничтожить большую часть таких ракетно-носителей. Вот вы упомянули об этом разрешении, болезненной теме, что собеседник Wall Street Journal в Пентагоне как раз и говорил о том, что ограничения по применению ракет для F-16 будут аналогичны с другим переданным Соединенными Штатами вооружением. То есть украинские защитники смогут бить ими по территории России только в ответ на атаки с той стороны. А вот тут такой логичный вопрос возникает, а если это не американские ракеты, если это вот британские ракеты, от Лондона у нас как бы не было никаких ограничений по применению переданных нам вооружений. Ну, смотрите, мы должны понимать, что все-таки вооружение – это только часть вопроса, остаются в том числе так называемые пусковые установки, фактически сам воздушное судно. И, скорее всего, ограничения касаются нет просто вооружений, которые передаются, а в том числе и возможности использования этих воздушных суден для запуска таких ракет. Поэтому, к сожалению, и с большей вероятностью, кроме самих ракет, мы имеем аналогичные ограничения и на самих пусковые установки в виде самолетов. Еще о расстояниях давайте поговорим. Главком Сырский в свое время сказал, что у применения в 16-х будут некие пределы возможностей, то есть истребителям придется оставаться, и далее цитата, за 40 или более километров от линии фронта, из-за риска, что российские войска их уничтожат. О чем идет речь, почему именно 40 километров? Да, если говорить об этой дальности, мы уже немножко эту тему затронули. Речь как раз идет о том, что как раз вражеские системы противовоздушной обороны дальнего действия, это, как правило, речь идет о комплексах С-300, С-400, они находятся на расстоянии около 100 километров до линии фронта, потому что на более близком расстоянии они стоят часто целью для уничтожения со стороны вооруженных сил Украины. И это приводит к тому, что фактически они оттягивают свои силы вглубь километрам на 100, где практически их уже очень тяжело достать с одной стороны. С другой стороны, дальность работы такого комплекса, она как раз составляет 150-160 километров. Это приводит к тому, что враг способен выявлять, уничтожать воздушные цели как раз на расстоянии до 50 километров от линии фронта или от границы с Украиной. Как раз с этими ограничениями связана возможность использования В-16, потому что есть так называемая зона, войдя в которую самолет уже в любом случае не сможет уйти от вражеской ракеты, это как правило 100-115 километров от самой пусковой, потому что ему просто не хватит времени для того, чтобы уйти. И поэтому даже если враг подтянет свою систему противовоздушной обороны на короткое время ближе к фронту, это все равно будет расстояние порядка 80-70 километров. И как раз тогда дальность 50-40 километров от линии фронта, это будет та фактически мертвая зона, из которой уже самолет с большей вероятностью не успеет уйти для того, чтобы его не уничтожили системой противовоздушной обороны. Ну вы вот подробно о дальности, о технических характеристиках поговорили, а я хотела спросить о людях. Вот Украина пока сможет отправить на защиту своего неба лишь около десятка самолетов F-16, об этом пишет New York Times со ссылкой на украинских и американских военных. И вот по словам официальных лиц, США ожидается, что по американской, нидерландской и датской программам в этом году будет подготовлено около 20 пилотов. Да, но тут еще вопрос подготовки инфраструктуры, технического персонала. Но одним словом, сколько нужно человек, чтобы осуществить вылет одного F-16? Да, если говорить об эксплуатации самолета F-16, мы должны понимать, что есть так называемые летные составы наземные. Если мы говорим о летном составе, то это пилоты. Как правило, для эксплуатации одного самолета нужно иметь не менее двух пилотов. Это практически два пилота, которые могут посменно его эксплуатировать. Вторая важная составляющая – это наземный персонал. И в зависимости от типа самолета, от их количества, от допуска, от квалификации персонала, для использования одного самолета, как правило, задействуется от 10 до 20 человек. Но при этом мы должны понимать, что некоторые специалисты могут иметь по 2-3 больше допуска. И тогда фактически для того, чтобы подготовить этот самолет, может выполнять меньшее количество человек. Но при этом количество часов обслуживания увеличится. Потому что для, условно говоря, одного полета, одного часа полета F-16, необходимо провести на земле порядка от 12 до 16 так называемых человеко-часов технических работ и обслуживания. Потому что если это будет 20 человек, они за час могут быстренько этот самолет подготовить и снова отправить его в работу. Если это будет выполняться 3-4-5 специалистами с большой спектром допусков к разным работам, то это может затянуться на 3-4 и более часа. Давайте поговорим о возможностях самолетов радиоразведки СААП, которые нам предоставляет Швеция. Вот смотрите, исправьте, если я ошибаюсь, то есть о функциях, о назначении этих самолетов. То есть они могут видеть то, что по нам летит, то есть функции исполнять ПВО, направлять то, что от нас летит вплоть до территории России, ну и служить глазами, более зоркими глазами для масштабных операций армейской авиации. Так? Да, смотри, если говорить о возможности передачи Украине ранее анонсированных самолетов АВАКС, это, как правило, речь идет о СААП-340 АВАКС, вот здесь идет речь как раз о самолете-носителе специального радара, так называемого загоризонтного осмотра, который позволяет выполнять функции радара системы противовоздушной обороны. Это означает, что он способен на глубину от 450 до 500 километров выявлять вражеские цели, такие как крылатые ракеты, беспилотники, камикадзе, самолеты и другие, как воздушные, так в том числе и наземные объекты в виде соответствующих скоплений техники, например, авиационной техники на аэродромах или вражеских колонн или эшелонов. Кроме того, если говорить об этом комплексе, то он способен не только принимать информацию о такой расположении вражеских сил в воздухе и на земле, он ее может в реальном времени передавать по соответствующим каналам обмена информации НАТОвского стандарта, как на самолеты НАТО, в том числе и F-16, так и на наземные пусковые установки системы противовоздушной обороны. Фактически он является важным элементом, таким связующим звеном для того, чтобы увеличить дальность работы как авиации, так и пусковых наземных установок систем противовоздушной обороны, которые имеют ограничения по осмотру и в том числе выявлении так называемых низколетящих целей на высоте нескольких сотен метров. Как правило, большинство систем противовоздушной обороны уже не видят их на расстоянии более 10-20 километров. Система АВАКС позволяет решить эту проблему и увидеть фактически вражеские цели на глубину до 450 километров. Вторая важная составляющая – это возможность наведения ракет по вражеским воздушным целям. Это означает, что если дальность радара F-16, как правило, в той модификации, которую Украина ожидает получить, составляет 160 километров, к сожалению, пока что ракеты, которые будут передаваться, озвучены с дальностью 105 километров, но будем надеяться, мы получим и более дальнобойное вооружение в виде более современных версий ракеты АМРАМ с дальностью 180 километров. Тогда фактически этот радар АВАКС может сопровождать ракету и наводить ее на цель даже за дальностью действия соответствующего бортового оборудования тех же самолетов F-16. Давайте детальнее разберем недавнюю дроновую атаку. В ночь на 27 июля дроны Главного управления разведки атаковали одновременно три аэродрома, где базируется стратегическая авиация. Это «Энгельс» в Саратовской области, «Дягелево» в Рязанской и база «Оленя» в Мурманской области. Так вот, в частности, многие эксперты отмечали то, что дроновый удар произошел в момент, когда осуществлялась то ли ротация самолетов, они перелетали из одного аэродрома на другой, то ли перезагрузка боеприпасов, вооружения, ракет и так далее. Вот давайте вот эти моменты уточним. И вот благодаря этому удалось предотвратить или хотя бы отсрочить очередной ракетный удар по Украине. Вот давайте во все эти моменты внесем ясность. Ну, смотри, мы должны понимать, что, в принципе, Российская Федерация продолжает владеть достаточно большим флотом тяжелых бомбардировщиков. На сегодняшний день их количество оценивается более 100 единиц. Вот по состоянию там до 2022 года у них было только 16 Ту-160, 42 Ту-95 и 66 Ту-22М разных модификаций. Вот. Большая часть, конечно, если мы говорим о Ту-22 и Ту-95, основная часть их, она пребывает в так называемом состоянии или доноры для запчастей, или, в принципе, непригодные для полетов. Но все-таки большая часть, в целом, там до 50 самолетов, она все-таки остается на вооружении Российской Федерации. Она пребывает на боевом дежурстве и может выполнять поставленные задачи. Вот. Поэтому самолета у них для выполнения таких задач достаточно. Вот. С другой стороны, мы видим, что они, как правило, привлекают не такое большое количество самолетов одновременно. Это связано с сложностями их технического обслуживания, продлением ресурсов. Особенно это касается самолетов типа Ту-95 и Ту-22, потому что эти самолеты используют еще старые российские двигатели, которые существенно хуже, например, двигателей на Ту-160, которые были построены на Моторсич, и, как правило, являются более эффективными, более экономными. И в том числе они требуют меньше технических работ. Вот. Но уничтожение даже нескольких или повреждение самолетов из общего числа, оно, как правило, не влияет на возможность нанесения тех или иных ракетных ударов, потому что самолетов остается достаточно много. Для того, чтобы существенно изменить планы врага, необходимо хотя бы третью часть флота выбить, и это повлияет уже более существенно. Кроме того, если говорить об использовании таких самолетов, то тут более серьезная может быть как раз проблема с выживками вооружения для этих самолетов, и в том числе поддержание их технической и эксплуатационной готовности. Что на сегодняшний день для России является очень сложным заданием. Запчасти к этим самолетам практически не производятся, собственного производства таких самолетов они не имеют, и в принципе в ближайшие годы, скорее всего, они не смогут создать ни похожий самолет, аналог, не в принципе восстановить производство старых этих самолетов. Ну, хорошо, еще много остается у них этих тяжелых бомбардировщиков. Но вот сам факт, что достали до базы Оленья на Кольском полуострове, и там уничтожили или повредили два дальних бомбардировщика россиян. Вот в норвежской академии ВВС расценили вот этот рейд дронов ГУР, ну, чуть ли не как подвиг, да? Во-первых, да, расстояние 1800 километров. Во-вторых, вот в этом регионе более или менее постоянно глушится сигнал GPS. Как вы оцениваете это событие в целом и эффективность украинских дронов дальнего действия? Ну, мы видим, фактически, это новый рекорд по дальности. Предыдущий рекорд был 1600 километров, если говорить по прямой. Но мы должны понимать, что, скорее всего, по прямой эти дроны лететь не могли, потому что есть система противовоздушной обороны, есть определенная эшелонированная система постановки помех, поэтому, скорее всего, им приходилось менять свои маршруты. Здесь, возможно, даже полет был более чем 1800 километров. С суммарной протяжестью он мог быть и до 2000 километров и более. Но на сегодняшний день не подтверждено, что пуски этих беспилотников были непосредственно с территории Украины. Поэтому все-таки мы можем рассматривать разные варианты нанесения такого удара. И, возможно, это были какие-то комбинированные удары, или, например, нанесение удара в том числе с территории Российской Федерации. Его тоже не стоит исключать, потому что подтверждение, что дроны были запущены с территории Украины, на сегодняшний день пока не было. Богдан, я сейчас вот дополню наш первый вопрос, о чем мы с вами говорили, о ночной атаке. Так вот, сообщение воздушных сил, все 89 шахедов, и также управляемая авиаракета Х-59, которыми сегодня ночью россияне атаковали Украину, и силы ПВО сбили. Еще раз, 89 из 89, 100%. И также отмечается в воздушных силах ВСУ, что это одна из самых массовых, и подобное количество шахедов было как раз в новогоднюю ночь, на 1 января 2024 года. Хороший результат. Ну и вот, кстати, по этой атаке опять была информация, что туда-сюда летали на территорию Белоруссии. Залетали, потом опять вылетали. Ранее говорилось, что там либо были сбиты, упали на территорию Белоруссии, либо были локационно потеряны, как выражается, в воздушных силах. Что вот вы можете сказать по поводу этих приключений шахедов над белорусской территорией? Ну, мы видим, что последние несколько месяцев в принципе это уже не первый случай залета российских вооружений на территорию Республики Белоруссии. Некоторые даже из таких шахедов были уничтожены соответствующими силами Республики Белоруссии. Причины такого полета, они остаются все-таки под вопросом, потому что если говорить даже о влиянии на систему связи таких беспилотников, но, как правило, такие системы РЭБ, они там не превышают порядка 40-50 километров, и выйдя из этой зоны, беспилотник снова находит свое месторасположение и возвращается на необходимый маршрут. Кроме того, если говорить о шахеде, они используют российские оборудования, достаточно мощные, которые позволяют в том числе выявлять такие точки постановки помех, поэтому говорить о том, что эти беспилотники просто случайно залетают на территорию Белоруссии, скорее всего, не приходятся, потому что это достаточно частое, мы видим, явление, и, как правило, раньше оно не проявлялось. Поэтому, скорее всего, это, возможно, какая-то целенаправленная стратегия Российской Федерации, связанная непосредственно с Республикой Белоруссии. Ну и в финале нашей беседы давайте поговорим о гражданской авиации России. Под воздействием санкций ряда российских авиакомпаний из-за ограничений поставок новых лайнеров и запрета на обслуживание старых, имеющихся, начали терять самолеты. Это следует из данных Росавиации. Больше всего самолетов выбыло из эксплуатации у компании «Россия-12» из 124. При этом на консервацию у них 19 лайнеров. И всего с октября 23 по июнь 24 число пригодных для полетов бортов в парке 13 крупнейших авиакомпаний перевозчиков России сократилось на 3% до 693 воздушных судов. Вот скажите, насколько показательна такая тенденция? Ну, смотрите, мы видим, что вопрос с сбоями и поломками российских судов и их количество этих поломок, оно из года в год увеличивается. Вот, потому что сначала рекордом стал 22-й год, потом рекордом стал 23-й. И на сегодняшний день мы видим, что 24-й год, скорее всего, побьет все предыдущие рекорды по количеству поломок и сбоев на борту российских самолетов. В первую очередь это связано с использованием так называемых контрафактных авиазапчастей, с использованием нерегинальных запчастей, или, например, так называемой поставки по серому импорту, когда Российская Федерация покупает старое оборудование, бывшенное с других авиалайнеров, других государств, и устанавливает его на свои самолеты, или, например, используя так называемый авиационный каннибализм. И вот эти последствия, которые невозможно обойти, используя такой подход в эксплуатации самолетов. Но при этом мы должны понимать, что все-таки основная часть, это более 80% самолетов основных, которые выполняет авиаперевозки внутри Российской Федерации, это самолеты западного производства, это Боинги, это Аэрбасы, это АТРы, Эмбрайеры. И если говорить об использовании именно российских самолетов, мы видим, что налет часов у них существенно ниже, чем у западной техники. Это означает, что свои собственные самолеты, которые произведены на территории Российской Федерации с использованием иностранных комплектующих, Российской Федерации намного сложнее, и они вынуждены эти самолеты ставить на прикол. При этом основным транспортным авиационным средством остаются западные самолеты основные, и которые им все-таки удается продолжать эксплуатировать в условиях существующих санкций. Снижение объема флота на 3%, к сожалению, это не такой большой показатель. Мы видим, что в первый год, это 22-й год, фактически флот их сократился почти на 200 самолетов. С 800 там опустился до 600. Часть самолета мы видим, что они вернули в эксплуатацию. Но при этом говорить о том, что эта эксплуатация остается безопасной, не приходится, потому что увеличение количества поломок рано или поздно приведет к череде авиационных катастроф. В Советском Союзе это проходило еще в 80-х годах. Ну и то же самое можно сказать о тем, чем они больше всего хвастаются, суперджетами своими. Да, тоже такая же тенденция прослеживается, что за два года вдвое увеличилось количество аварий суперджетов. Богдан, спасибо огромное за ваши консультации, за то, что приняли участие в нашем эфире. Богдан Долинца, эксперт по вопросам развития авиационного рынка, был на связи с телеканалом Freedom.